Всем доброго времени суток, с вами Олег Салмаха, Никита Петров, и приветствуем вас на матче за третье место нашего нокаут чемпионата Феникса. И вот на этой картинке вы видите двери соперников за третье место. Третье место, напомним, гарантирует прямое попадание в турнир претендентов, который пройдет осенью. В общем-то, вкратце можно сказать, что шансы примерно равны, но пока началась первая партия, я думаю, с места в карьер мы ее открываем. Тут разыграно какое-то старандийское построение. Олег, ты видишь позицию, да? Да-да-да, все вижу. Всем привет. И давайте начинать. Так, ну мы там единственное, что сказали, да, что шансы примерно равны. Ну да. По крайней мере, наши комментаторы считают именно так. Ну вот, какая-то немножко странная старандийка, по-моему, белые схватили некоторую инициативу. Да, b3. Ход ферзя 6 немножко странный, я бы, наверное, коня 6 здесь сыграл. Ну, видимо, он просто хотел вывести, скажем так, ход b3, вынудить, но я не знаю, в чем, как бы, плохо. По-моему, белым b3-то неплохо сыграть. Да, может быть, вот такая вот конкретная идея d5. Некоторый резон есть. Так, вот c5. Просто задвижка. Неожиданный ход. Я ожидал какого-нибудь конь d2 или конь e5. Эта структура в чью пользу. Ну, непонятно. Так-то у черных тоже на e7 некоторая слабость. Постранство меньше. Так, взял Евгений на f6 и конь e5. И, видимо, придется брать на e5. Нет, конь d7. Вообще, откровенно говоря, я больших проблем у черных здесь не вижу. Со стратегической точки зрения. На d4 в рантах слабость, то есть, как бы... Да, но у белых тоже особо такой, скажем, не видно слабостей. Сейчас в g4, например, где-то там можно пойти будет. Не сразу, конечно, закон d5. Мне кажется, что Евгений собирается готовить план вот с атакой на ферзевом фланге. Почему b4, b5 и созданием слабости на c6. У черных должно найтись какой-то способ противодействия этим планам, но... Ну, черные как-то должны f6 играть и к пешке д4. Да, и, видимо, просто e5 следующим входом, да. Пытается Евгений не пропустить e5, но, по-моему, это не поможет. То есть, как бы, черных очень много боев на поле e5. Белым не хватит ресурсов, чтобы его удерживать. Надо, видимо, в какую-то контрагру идти. Не знаю, просто если e5 провести, то слон с g7 может заработать очень-очень серьезно. b5, вот так, сразу. Ну, бить, если то на d5, так. e5. Вот, кстати, вместо b5, возможно, имело смысл рассмотреть жертву. Конь d5, cd и слон d5, и потом слон b7. Но, в любом случае, момент уже упущен. А, ну, может быть, еще не до конца упущен. Здесь, правда, пешка на b5 подвисает. Я не совсем уверен, что такое включение в пользу белых было. С другой стороны, две проходные все-таки бегут. Да, непонятная позиция. Я думаю, что черные объективно должны отбиваться и получать здесь какой-то перерез, но в блиц может случиться что угодно, на самом деле. Интересно, Евгений сыграл пешки, две очень опасные. Я бы, конечно, предпочел бы в той же самой позиции иметь три пешки, еще на пешку b, но... Так, f5. Ну, что? Очевидно, Руслан хочет забрать на f4 просто и активизировать второго слона. Да. Очевидно. Уименит смысл. Дело в том, что на темповый ход ладья b1 есть не менее темповый ход слон d3. Да. Д6. Е4. C6. Вот это... Вот это радостная игра. Очень радостные шахматы стороны Евгения, но все это вызывает большие подозрения у меня, если честно. То есть тут, по-моему, слон c6, слон c6, ладья e6 в крайнем случае, пешка на d6 падает. Белым предстоит тяжелая оборона без качества. Да, там все есть игра, да. Ладья d8 мне не очень нравится ход, потому что белые могут попытаться подержаться за эту пешку, вот он d7. Ну, кстати, мне кажется, надо d7 играть, да? Чтоб хоть какая-то игра была. Д7 сыграл, да? Руслан, мне кажется, мог практически сразу тут зафиксировать результаты, потом ладья e6, но так тоже неплохо. Хотя вот тут ладья e1, какая-то контр-рега начинается. Ладья e8 грозит. Ладья e7, даже шаг грозит, а потом может быть ладья e8. Ну, то есть да, ладья e7 и ладья e8. Опа! Не знаю, пешка на d2-то, отвлекающий фактор, довольно серьезный тоже. Сейчас ладья f8, и как ее держать, что-то я не пойму. Слон ас-слон а4. Зевнул что ли, Евгений? Слон а4? Слон а4, тогда просто ладья e8, два раза подряд. Пешка d пройдет. Да. Это Евгений, по-моему... Так, шаг. Ну, да, это на самом деле... Шаг ладья e7. Так, ас-слон b3. Хорошая, хорошая перестройка, пока шансы сохраняются. На самом деле, если сейчас с белым два хода дать, и король на e2 придет, то... Может, белые будут играть на победу. Очень любопытно. Вообще, выглядело, что он уже практически безнадежный у белых, но вот Евгений навязал борьбу, на самом деле. Да, интересно, потому что на ладье f6 ладья e8 шаг есть, и опять приходится в ладье f8 возвращаться. Ну да, вроде бы сейчас выгрозит ладья b3. Ладья b3 успешно проигнорирована. В чем идея? Не очень понимаю. По-моему, ни в чем. Потому что на ладья e8 будет ладья b8. Упс. Да, и после размена король e2, черт не успеет забрать эту пешку. Ну, в дальнейшем запасе. Ну да, сдался Евгений, довольно странный зевок, а вот тут не шаг. Ладья b3, а что? Почему ладья b3-то был проигнорирован, я вообще не понял. Может быть, он не видел защиты в любом случае. Есть тут какая-то защита? Ну, защита была слона а4. Очень быстро начали вторую слона а4, и тогда шаг, потом как d1 ферзь, взяли-взяли, на ладья e8 король g7. Так что, видимо, не помогало. Ну ладно, началась вторая партия, счет 1-0 в пользу Руслана, и он играет довольно любопытную раздавидность гамбита Блэкмарадимера. Обычно тут белые играют f3 вместо слонжу 5. Получает некоторую компенсацию за пешку. Вот слонжу 5 меня вызывает в некоторых недоумениях, вот. Не выглядит очень сильно. Ну, просто хочет взять на f6 и забрать на e4. Ну, в этом случае, даже в этом случае у черных нет проблем с двумя слонами. Может быть, сыграть f5 просто сразу. Вот конь c6 чуть-чуть мне не нравится, потому что, на мой взгляд, конь c6 ограничен пешкой c3. Вот недавно, Олег, ты обсуждал такой момент, только с конем на g3, который ограничен пешкой g6. В одном из своих недавних выпусков стратегических приемов. А, ну да-да-да, конь g6, конь g3 плохо. Да, так же самое страшное, потому что конь c6 ограничен пешкой c3. Но у него больше перспектив, но тем не менее, как бы, такой момент есть в этой позиции. А, видимо, будут разносторонние рокировки, да? Объективно, да. Объективно, примерно, равенство. Без фюрзей, конечно, серьезные атакующие действия сторон рассчитывать тут тяжело. Ну, белый чуть лучше структура, черные два слона. Я, наверное, играл бы такую позицию белыми, но, опять же, в блиц может произойти абсолютно что угодно. Так, ну, в Веншпиль хочет переходить на слон, так как... Мне очень нравится, что Евгений, не думая, взял на ладью на е1, потому что... Вообще-то, известно, что при превосходстве на ферзевом фланге, 3 на 2 или 4 на 3, выгодно оставлять ладьи и менять легкие фигуры, а не наоборот. Ну, ты не знаю, белые создали небольшой прессинг тут. По-прежнему, должно быть с избытком игры черных здесь достаточно для равенства, но, тем не менее, вот уже после слона d7, коня d7, преимущества двух слонов здесь нет, и конь лезет на c6 после коня b4. Да, и Руслан еще очень быстро играет, вообще практически, мы же не думаем. Да, еще по недавнему нашему с ним матчу я это заметил, если честно. Кстати, у нас не было времени, скажем так, осветить турнирный путь наших претендентов на бронзу в нашем нокауте. Я думаю, несколько секунд еще выделим на это, например, после этой партии. Ну, тем временем, Евгений пытается найти здесь контр-рю, надвигает королевский фланг. Все равно, конечно, без двух слонов это выглядит не очень убедительно. Надо стоять и держаться. Может быть, просто как-то король e6 и на конь b4 и конь b8. Король e6, да, как-то? Ну да, и на конь b4 и конь b8, такая идея, чтобы просто коня на c6 не пустить. Выглядит пассивно, но будет уже грозить слонов 8. Так, король d8. Евгений хочет короля отреет на защиту этих пешек, мне это очень не нравится, если честно. А, все-таки конь b8, а почему не на e6? В чем идея? Да, король на e6 лучше бы стоял. Теперь он его ведет с потерянной времени на e6. Может быть, все равно ничего страшного? Странновато чуть-чуть. А, церковь. Странновато, да. Вот, c6. Не угадываю, а ходы соперников. Даже не знаю, хорошо это ли. В этом плане, не, в этом случае, по-моему, сейчас белые пешку сделают проходную. Ну, они же будут пешки c и d толкать, и пешка d уже проходная в этом случае. Ну, понятно же, белые борются за победу в этом мэнчплее. Ничего не поделаешь. Наверное, надо действительно брать, брать, играть король e4. Вот я еще по партилам с Руслана заметил, что он вообще не сторонник каких-то, используя каких-то позиционных факторов, он вот довольно прямолинейно проводит свои планы. Иногда это хорошо, кстати. Я бы d5 не сыграл бы никогда вообще. По-моему, очень... Чересчур в лоб. Хотя, да, если опять тут белые сыграют, все равно они давят достаточно серьезно. Да, зрители, вон, Петя пишет скукотища. Да, но пока вроде никаких здесь неприличных слов не появлялось, но если что, я всегда готов закрыть консоль. Ну, первую партию я бы не сказал, что скукотища. Конь, кстати, на c5 идет, спешка a4 могут быть проблемой сейчас. На самом деле, Евгений получил очень достойную контргруппу, что и конь е5, и конь c5 грозит. На мой взгляд, конь d2, это была явная ошибка, надо было играть a5. Практически уверен. Потому что тут черные, ну, сейчас, может быть, черные просто играют на перевес уже. Так, главное было не сыграть король d6, конечно, и не зевнуть слона в один ход. Да, конь е8. Да. Это была такая ловушка. Так, тебе, Евгений, я закрою общую консоль, потому что она никому не нужна. Кстати, у Евгений сегодня много жертвует, и это хорошо. Зрителям это интересно. Так, к сожалению, это плохо для спортивных результатов. Так, а куда? А, король на c6, что ли? Ну, да, ищет, Руслан ищет контргруппу, то есть Евгений сейчас может забрать какую-то эспешку, там, f2 или h2. Нет, ну, видишь, он не пустил на c6, потому что, если, например, играть с конь f3 и на h2 отбирать, то король через d5 на c6 проходит. Так он не только не пустил на c6, он еще и на d5, может быть, не пускает. Потому что если сейчас конь отскочет, на d5 там... Хотя, наверное, удержится король на d5. В общем, есть определенная контргруппу, потому что вот после такого шаха и взятия пешки будет c5 сразу. Так, собственно, и сыграно. И сейчас a5. Да, вообще не пойму, что происходит, если честно. Так, а пешка-то сейчас не пройдет? b6, b7? Ну да, мне кажется, надо так и на e4 играть. Быстрее менять этого коня. Ну да, Евгений так и делает. Да. Кстати, Руслан мог сейчас взять на e4 и отфиксировать по меньшему и ничью в этой партии. Уж там белые совсем не рисковали проиграть. Но он пытается играть на победу. В мой взгляд, не очень это все убедительно. И слон e5 просто, да? А, слон e5 и b6, b7 будет грозить уже с матом. То есть вот... Сразу... Не, ну... Жертва фигуры тут... Не понял я, вообще не понял. Хочет g4, f3, наверное. Я-то понял, но... Видимо, это была вынужденная мера, потому что явно здесь белые. А там его ухода слон e5, интересно. Где-где? Ну вот раньше, вот вместо хода конь... Конь b5. Или как там, конь c3. Какого хода? Слон c3? В смысле? Да, слон c3, вернее. С идеей выдернуть на a5? Был, наверное. Был, похоже. Не выдернуть. Да, то есть на b6 можно просто взять тут, и потом король b7. Согласен. Ну, упустил, видимо, эту возможность Евгения. Ладно, посмотрим, что у нас происходит в партии. В партии каким-то образом произошли чудеса, и... Все белые бешки потерялись. Ну, то есть... И тут, наверное, снова уже именно Евгений играет на победу, хотя объективно оценка позиции равенства. Довольно забавный трюк. И тут на конь g3 последует слон f4. Хотя и там ничья. То есть конь g3, слон f4 и конь f7. Ну, или так. Все фигуры и все пешки меняются. Ну, в общем, после напряженной борьбы с огромным количеством ошибок, эта партия заканчивается в ничью. Которую Руслан отклоняет. Но все-таки... Нет, не отклоняет. Да. Третья партия. Счет полтора на полочка в пользу Руслана Гапитова. И нам все никак не дают показать турнирные пути наших мазистов. Но я, тем не менее, это сделаю. Да, пускай они пока играют. А нам надо показать. Потому что нам все равно уже 8 партий ждет. По крайней мере, я попытаюсь. Если бы у меня еще сейчас пейнт не подвисал. А, ну вот, все нормально. Так. Так, нам надо показать творческий путь. Ну, скорее не творческий, а спортивный. Вот. В полуфинале он уступил тому человеку, с которым я сейчас веду как раз репортаж. Да. Я, кстати, должен сказать, что оба полуфинала были интересны. И в обоих полуфиналах были волевые победы. То есть и Евгений, и Руслан они ввели в какой-то момент. По ходу полуфинальных матчей. В тот момент, когда вы увидите это видео, то в любом случае уже будет далеко не секрет. Ну вот оно. Ну, а мы возвращаемся. По крайней мере, пытаемся вернуться. И тут у нас какие-то сильные лаги. Не то я не пойму, что происходит. Ну, в общем, разыграна защита Чегорина. Вот этот ход А3 для меня, если честно, нов. Поэтому, не знаю, либо это разработки Евгения, либо есть такая теория, которую я просто не знаю. Нет, Евгений, так как я с ним успел удовольствием пообщаться вживую и поиграть много живого Блица, он сказал, что в дебютах он не силен. Но он, скажем так, у него хорошо развита, как это сказать, такая хватка, когда рука сама знает, куда ставить фигуры. Ну, действительно, рука пока, если сейчас рука поставить коня на Е2, будет хорошо. Посмотрим на руку Евгения. Нет, рука что-то промокнулась. На мой взгляд, коня лучше было все-таки на Е4. Кстати, кон Е2, Е4, да? Да, либо коня на Е4. Ну, да, либо можно было вот этот план с атакой по центру проводить, как обычно в Короллсбаде, либо вести коня на Е4. Ну, Евгений тоже, в общем-то, то, что он делает, заслуживает внимания. Коня на С6 глупо расположена у черных, очень глупо. Как раз я вот только недавно выложил Короллсбад, как раз именно где атака в центре. Да, но это не совсем короллсбад. Не совсем короллсбад? Да, там я как раз это четко хотел... Ну, то есть там четко как раз видна разница, что коня именно выводить лучше на Е2 в таких структурах. Ну, в том, что делать Евгений, есть смысл, потому что это не совсем Короллсбад. Хотя вот сейчас, если черный срагает С6, то мы получим просто абсолютно стандартнейшую позицию. Что? Тут никаких стандартных позиций за после С5 уже, конечно, не будет. А вот по поводу хода А3 я хотел сказать, что не исключено, что Евгений просто смотрел мой полуфинал с Русланом. И в моем полуфинале я умудрился получить проигранную позицию белыми ходу к пятому. Ввиду того, что черные срагали слоны в 5 и конь Б4. Я просто получил Виклон С2. Ну и пришлось там какими-то ужасными корявыми способами защищаться. И, видимо, Евгений решил предотвратить все поползновения. А тем временем, после С5 белые забрали на С5. Черт, я на тактике не теряю здесь материал. Последовал слон Е5. И, в общем-то, ЛДБ1 я не совсем надеялся, что хороший ход. Мне кажется, может быть, сильнее было просто поменяться. В 6 позиции в его случае примерно равны. Чуть-чуть белые поддавливают, по-моему. Ну, по линии С они могут поддавливать. То есть, если взять где-то на А6, может быть, закинуть. То есть, такой стандартный карлосбацкий вот этот вот. План здесь уже, да, вот давление по вертикали Б и С это называется. План такой. Это тоже я делал по этому видео. Единственное, что мне не нравится, что Евгений настоящего отдает слону на Е5. То есть, после конь Е5, ДЕ, слон Е7, мне кажется, что два слона черных компенсировали бы всю эту... ...все структурные проблемы. А вот после двойного... Слабость на Д5. Нет, после двойного... Каллосбацкая слабость на Д5. После двойного размен совсем другое дело. Вот представьте, аж самая позиция, только еще чернопол у черных. Все было совсем по-другому. А теперь после... Ф4, Ф4 прям вынуждается, да. Ф4, G3, видимо, будет. Ну, конь Е2. Белых бесплатный заезд просто. Да, и конь на Д4 идет. Ну, так нам сразу туда вести не надо, потому что можно снова что-либо получить. Ф5 можно сейчас еще ткнуть. Ну, ты Ф5? Ф5 на Д5 же выигрываем пешку, нет? Ф5 это любопытно, потому что... А, Ф5, Ф5 слон Д7, Ферз бьет Д5, Ферз бьет Слон бьет Ф5. Не выигрываем пешку. Но с другой стороны все равно, Ф5 любопытно. Я не понимаю, здесь... Это не то какая-то ловушка, не то сейчас будет просто вечный шаг после слона H3. Ой, слон H3-то да. На мой взгляд, не стоило белым допускать слон H3, потому что все-таки белые играли на победу. А сейчас будет ничья, скорее всего, в этой партии. С другой стороны, Руслан, кажется, не может не брать на H3, потому что иначе он будет бороться за равенство в муках всю партию. Да, не стоило играть, конечно, в конь Д4. Можно было просто с королем H2 пойти и защитить H3. Или... Королем H2 или F5. F5, да, F5 обоюдовостров. F5 надо проверять, но не исключено, что белым тут был вообще большой перерез на самом деле. Ну, непонятно. Да, тем временем пожар... Да, тем временем как раз все это произошло. А, ну... Евгений пытается играть на победу, наверное. Или нет, я не знаю. Не, не пытается все-таки, потому что... А почему он, собственно, не пытается играть на победу? Почему вот король Е2 не... А, король Е2 сыграно. Может быть, мы еще и переоценили этот удар? Да, кстати, подожди. Нет, ферзь G1, король D2, да? Ну да, ферзь, а конем на Е2 закрываемся. Ферзем, наверное, лучше на Е2, чтобы поплотнее. А, ну или ферзем, так. А, ферзь Е2? Да. Отлично. Отлично отбивается Евгений тут. Так, 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 так. Ну, просто король, король, король... Например, ферзь F3. Мне король D2 очень нравился ход, но король F2 тоже, наверное, неплохо. Так, наш 5 висит. Да не, ну у белых выигранная позиция, но понятное дело, что в близ может произойти разное. А, тут ферзь Е2 просто... Ферзь C2... Ферзь F3, по-моему, не меняется, да? Ферзь C2, Олег, меняет ферзей в один ход, вот здесь, ферзь C2. А, вот ферзь C2, да, а, и ферзь F3, ферзь D3 не меняется. Так, ферзей. Да, главное сейчас не взять на D5 и не зернуть ферзь D2. Ой-ой-ой-ой, так, нет, так не сыграло. Не делал, ну-то так, F5, а теперь F5, да? Мне кажется, мне кажется, F5 была сильнее, эта пешка никому не нужна, надо было сразу играть на атаку. И она бы, скорее всего, закончила партию, потому что черного хороля защищать было бы некому. Евгений как-то более позиционно ведет здесь борьбу. Ну, все равно почти выиграна, но какие-то шансы у черных появляются. Ну, да, ферзь D7. Так, ферзь D7 на А7 упала. Ну, да, например. Ну, на А7 надо брать, конечно, иначе две пешки будут опасны. Я бы сыграл бы ферзь C8, потом ладья D8 и дал бы мат. Но ферзь D7 тоже заслуживает внимания. А сейчас просто ладья D8, ферзь E8, и уже сами белый мат дают. Ну, я вот такой мат предлагал, только ходовой. Вот сейчас, все, ладья D8 и ферзь B8, а, вот так. А так, может быть, даже еще сильнее. Нет, ферзь F5 так. А, ух ты как, сильнее, сильнее, действительно. Да, ну, здесь все падает. Убедительнейшая победа. Черным надо сдаться. Ну, как, совсем убедительнейшую я бы ее не назвал, но хорошая победа, без грубых ошибок со стороны белых. Все, все по пунктам. Ну, Евгений... Здесь уже мало, пожалуйста. Евгений сравнивает счет в матче полтора на полтора. Еще пять партий минимум впереди. Напряженнейшая борьба, оставайтесь с нами. Ну, вот, четвертая партия начинается. Конь F3. Конь F3... Вот ход конь F3 я могу только одобрить, да. Ну, какой-то странноватый, если честно, каталон. И, на мой взгляд, Евгений мог здесь высветить недостатки хода конь C3 путем D4. И после конь B5 просто C5. И сейчас этого канала отсюда выгонят. И это довольно плохой бинони для белых. Но момент упущен, и позиция... Ну, довольно стандартная позиция получается, примерно равная. Е4. Может быть, конь B4 сыграть? Нет, конь C3 практически без роткоми. Ну да, даже здесь... Все возникалось. Да, конь D7 или конь C6 сильнее. Конь D7 сыграно. Больших проблем у черных нет. Белые чуть-чуть давят, но... Ну да, особых проблем нет. Водятся C8. Конь F6 как-то на Е4 поддавить. И конь D5 давить. На конь F6 конь на Е5 белый встанет. Скорее всего. Я бы конь Е5 сыграл, не думая. Да, конь Е5 сыграно. Да, конь Е5 сыграно. Такое ощущение, что... Да нет, вроде бы, соединения с шахматной планеты у меня неплохо. Видимо, один из соперников чуть-чуть подлагивает. Да, ну, в общем, довольно стандартная ситуация. Например, для улучшенной защиты Тароша. Белых на одну пешку больше в центре. У черных взамен пешное превосходство на ферзевом фланге. В общем-то, достаточно позиция с обоюдными шансами. У черных надо быть довольно аккуратными. В том плане, что... Если белые удачные для себя редакции проведут D5, то станет сразу очень резко плохо. Так, ферзь B6, и в 1 на D8, видимо, идет. Такая вот прикручивка. С другой стороны, у белых есть интересный план G4, G5. Задавить, да? Ну да, так и сыграно. Ну, Руслан просто очень агрессивный. Играет... Я не знаю даже, как, что посоветовать. Ну, если конь D7... Почему бы и не сыграть конь D7, действительно? Белых больше пространства, черным выгодны размены. По крайней мере, из общих соображений. Ну, может быть, Евгений думает... G5... То есть, ну, если бы, например, коня попросили, он бы тогда отошел. А так получается как без G5. Ну да, но... Сейчас можно пойти конь F6, и что собираются белые делать. Так, конь F6 опять на две пешки напал. Опять конь E5. Ну, не знаю, Евгений... После того, как у E5 могла получиться ничья. Видимо, Евгений играет на победу. Но это в некоторой степени, конечно, игра с огнем. У белых... Ну, у белых определенно есть здесь игра. Это видно по позиции. Ну, немножко они ослабились, и вот как-то Евгений пытается какие-то орехи, да, сделать. Вынудить движение пешек, чтобы были слабости. Потому что пока пешки... Ох, БЦ это очень... БЦ это очень интересное решение, и очень оборудовострое. Эта пешка, она может оказаться в итоге слабостью. С другой стороны, она оттягивает на себя силы в белых. В общем, любопытно сыграл. Евгений, я бы, наверное, ладью бы взял на G4 второй раз. Может быть, ему там D5 не нравилось. Евгений играет нестандартно. Ну, и вообще позиция довольно нестандартная. И интересная. РЦ6. Так, эта провокация напал на Е5. Так, поменялись. Я крайне удивлён, что Руслан так быстро сыграл конь Е5. Неужели он совсем не рассматривал ход D5? Почему бы не поддаться на эту провокацию? Я не знаю. По-моему, у белых есть некоторые... Ой! Ну, мне кажется, что у белых тут было бы лучше просто. Но, в любом случае, в момент упущен. Сыгран на конь Е5... Комбик Е5-FE. Видимо... А, думает Евгений теперь. D5, 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 D5. D5 и D6 подграживают. Объективно у чёрных... Не должно быть больших проблем, но... Надо соблюдать аккуратность, конечно. И зарядную. D7. Так, сейчас D7. Что на D5? Видимо, Евгений собирается каким-то образом игнорировать все эти поползновения. Ну да. В пользу чёрным здесь играет то, что белый слон нажила ужасно... Ужасно сильно затуплен пёшками Е4. Ой, да. Ни в коем случае, конечно, брать на D5 не нужно белым. Ой, вернее, чёрным. Да. Вот так вот. Напал и защитил. Напал на Е5, защитил. Так, D6 вынудили движение. Ну, вынудили, может быть, кому-то сказано. Я не уверен, что это движение настолько плохо для белых. Ферц, C5. Ферц, C5. Да. Пешка-то особо куда не идёт, да? Не знаю, а если она всё-таки пойдёт, то если бы сейчас D7, что чёрный был делать? Ну, D7, Вадя, D8, наверное. Ну, и может быть, какой-то... Хотя, я согласен. А, Вадя, D4. Вадя, D4. Да, ну, эта пешка не была сильно нужна. На чёрном, в любом случае. Не думаю, что... Просто сейчас отвалится на D7. Если чёрный отобьют на D7, то они будут ряд на победу. А её отобьют. С полными основаниями. Да, если в белых что-то есть, то это что-то очень нестандартное. Я этого пока не вижу. Они, по-моему, отобьют на D7. На D7-то зависло. Да, надо, видимо, переключаться на борьбу за равенство путём... Ну, вот слон F1 хотел предложить как раз. С другой стороны, у белых, ну, одна слабость на E4 серьёзная. Итак, сейчас бьёт D7, Вадя, D4. Вот так. Не, ну, явно у чёрных лучше, а насколько это всё можно воплотить в результат... Что другое дело? Ферзь D3. Ну, когда... Так, ну, Эншель-то, по-моему, у чёрных получше. Да, ну, он получен от ничья, и там очень мало ресурсов. Поэтому уж лучше сохранить ферзей. То есть, ну да, я согласен, что ферзь D3, слон D3, это в пользу чёрных, но как там выиграть, не очень понятно. Форточку надо сделать, надо сделать. Да, надо, абсолютно, абсолютно верно. Форточка сделана. Ну, немножко противная защита белым предстоит, конечно. Да, может быть, какой-то С6 идей слон B5, там на ферзь A6, потому что слон E4. А, вот пытается... пытается привязаться к пёшке А2 слабый, Евгений. Ну, противная защита, противная. Шах нету, а вот тут белый король очень слабый. Неприятно всё это держать, я согласен, ферзь 0,1,2,3. В этом, в общем, видео, опять же, нет ничего смертельного, но... Рано или поздно с теми угрозами можно и не справиться. Так, думает Евгений больше, может, может... Но, так, как-то у вас всё защитилось. Может, короля наш, тема, брать, что-то от шах всех на будущее. А, ой, зевок, слон B5, но это конец. Да, не стоило играть. А, так это зевок просто, да, слон же на C3 связан. Да, тут уже надо сдаться, а белым, чтобы продолжить борьбу... Что можно было сделать? Наверное, ферзь F3 надо было пойти в ту позицию. С идеей на слон E5 просто взять на E5, и с ферзь на F3 был бы защищён. В этой практике Евгений просто молодец. Евгений отыгрывается, то есть не отыгрывается, уже выходит вперёд, хотя начался матч для него не слишком удачно. И, если я не ошибаюсь, сейчас счёт 2,5 на 1,5 в пользу Евгения Новикова. Да. Ещё 4 партии в крии. В партии в крии на половину дистанции. Да, всё верно. Кстати, Евгений всегда имеет возможность зафиксировать структуру путём E5, D4, но пока этого не делает. В общем-то, мне кажется, что у чёрных здесь полноправная контр-игра, конечно. Всё-таки E5 сыграно. D4 теперь уже не получается. Придётся first E3, видимо, играть, да? А, C4. Ну, типичная идея для вот этих всяких стран индийских атак. Не уверен, что ладьян D1 здесь стоит там, где надо. Вот, Евгений тоже в этом не уверен. Ну, и тем более пешка на E5 висела. Да, ну эти позиции они вообще на любителя. Мне они не нравятся ни за белых, ни за чёрных. Посмотрим, как их трактуют наши претенденты на бронзу. Ну, как-то надо какие-то девайки решать со слоном. На мой взгляд, Руслан пока играет как-то, ну, беспланово вот эти все ходы сюда-сюда. Смотри, а вот здесь сейчас А, если побить, он слоном. Вот, если пешки там D6 где-то можно подключить. Не, ну, обычно белые хотят сохранять напряжение, и как раз вот хотят вынудить вот этот ход D4. Потому что теперь после... После конь E4 обычно получалась бы хорошая позиция, но я не знаю, может быть, Руслан просто может взять на F3, потом взять на E5. Есть тут компенсация у белых? Я не уверен. По-моему, её нет. Да, по-моему, Евгений зевнул эту пешку. Да мне кажется, что тут её уже и защищать неудобно, если честно. Как-то не странно, как её защищать. Ну, можно просто порастоять, ну, надо просто сделать какой-то ход вроде А3, действительно, с идеей там, B4. Конь F1 не стоило дёргаться раньше времени. Ну, вот, и тем временем... Ну, ладно, два слона. Два слона верим в двух слонов, которых уже нет. У Евгения есть определённая компенсация, всё равно, за счёт белых полей, но этого мало, конечно. Объективно, позиция чёрных здесь близка к... Я не могу сказать выигранной, но... По крайней мере, очевидно, что чёрные играют в позиции силы. Кстати, возможно... Не знаю, грозит какой-то отскок к нём? Нет, такой не в 5, вот это что за ход. Непонятно. В данном случае, Евгений не стал стразоваться с различными скрытыми ударами, просто убил ферзя. Видимо, слон на F6 как-то идёт, чтобы выменить двумопольника хотя бы. Ну, F5, по-моему, крайне безграмотный ход, потому что надо, по идее, играть H6 и F5. Ну, и F5 какой-то амет, потому что лишняя пешка у чёрных здесь, и сильнее они на королевском фланге. Да, вот слон на F6 так грамотно, вот я тоже смотрел слон на F6, и сейчас как-то конь Е4 может какую-то блокаду сделать. Сб... Нет, бьёт на B5. Да, мне кажется, что Руслан тут что-то напутал, на самом деле, потому что сейчас уже конь Е7 и конь Е4, в любом порядке. Сейчас вилка идёт, сейчас грозит слон G7 и конь F6, вилка. Мне кажется, надо срочно играть конь D6. Просто выменивать все фигуры. Так. Это уже крайне опасно, но, может быть, тоже пока держится чёрный. А G5, например, и потом коня на F6 пилить. Ну, вот хороший ход ладья Ц1. А, ну так вот, начинает по всей доске играть Евгений, но C5 висит. Наполнительные угрозы. Ладья Ц6, так, ну здесь что-то должно бы найтись, как-то не верится. Чёрный подозрительно перегружен, я согласен. Может, просто взять на G7 сыграть G5 и коня на F6 посадить. Как-то А4 вот есть ход, да. А4 не нравится. Ход, потому что чёрный, по-моему, подгоняет, белый подгоняет чёрный ходу конь C3 сильному. А, конь C3, сон G7, там конь E4, да. Да, конь E4 в промежутке. Ну, так и сыграло. Очевидно... Ну, там и E5 же отвалится. То есть конь E4, ферзь E4, король, G7, ферзь E5. Очевидно, поэтому король... Нет, король G7, зачем король? Даже всё равно было играть конь E4, там у чёрных поменьше моей не было проблем. Ну теперь у белых контр-игра, мы просто давим на C5. Нет, ну тут невероятно, у кого, собственно, игра, у кого контр-игра. Потому что слабости есть и у белых, и у чёрных. О, B4, ну смотри как. B4, я тоже не убеждён, есть... Был сильный ход у чёрных Ладья Д4. Вместо C4. Так, а сейчас, например, Ладья Ц1. Ладья Ц1. Да, Ладья Ц1. Да, Ладья Ц1. Повязано же всё. Ну, чёрный тоже как-то цепляется за эту пешку пока. Так, 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 что-то здесь должно найтись, но вроде всё меняется, да? Не, ну может быть есть смысл поменять, дать шаг в конце, собрать на А7, там, пешка теряется. Ну, скорее всего, у чёрных хватит ресурсов, чтобы сделать ничью. Ну, в любом случае, это, наверное, не самый приятный для них результат, потому что позиция ходов 15 назад была абсолютно, ну, с подавляющим перересом. Хотя мне трудно об этом судить, потому что в боём в матче происходили ещё более невероятные вещи. Так, ну, забрали А5, видимо, что тут делать? И как вы надеете на вечный шаг, или там сейчас просто он поёт мат ставить, король Ж5, король А4 куда-то, но там ферзь Е3 всегда есть. Не, ну белый играет на победу. Ну, конечно. Не знаю. А почему бы не поиграть? Ну, правда, там вечный шаг вот сейчас какой-то, ферзь Е4, король А2 и ферзь... А, подожди, ферзь Е3 там защищено. Нет, 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 так, ферзь Е6, и король А2, всё, ушёл от шагов. Ну и как, чётко и грамотно. Мне кажется, можно было уйти попроще от шагов, именно сыграть король А2 вот тут. Сразу? Ну, так, безусловно, тоже чётко и грамотно. На самом деле, берегается, как именно уходить от шагов. Ну, а что, по-моему, проблемы у чёрных, ведь сейчас ферзь Б6, А6, А7 и туда. Ферзь-то держит ферзь Е2. Белых простой план, согласен. Просто сейчас ферзь Б6, всё, ферзь отходит на Ф6, отваливается, король не в квадрате. Ферзь Б6, по-моему, побеждает, нет? Как побеждает, ну, рано ещё судить о том, что побеждает или нет. Нет, ферзь Б6 я напал уже на ферзя, если ферзь отходит, то на Ф6... Нет, ну ферзь может на Ф3 отойдя, алик. А, ну на Ф3 тогда А6 просто. Ну да, ну, не знаю, может там какие-то шаги, ферзь Ф4, ещё раз запустить вот эту... Так, только начало, начиная с начала. Нет, ну у Белых есть технические трудности определённые, сомнений нет. Ну, так ещё я, что Руслан играет от этой позиции на победу, иначе А6 тяжело объяснить. Можно же было просто стоять пока, вроде бы особых проблем Белых не создавали. Ну, сейчас Ф3, например. А, нет, ФСФ3 там всё отвалится на А5. Нет, ну, по-моему, сейчас доиграется. Просто Ц3 мат грозит. По-моему, сейчас доиграется просто. Мат грозит, на Ж6 же мат! Ну да, у меня Е4 надо играть, надо. Аж 5, конечно... Нет, такое даже в голову не пришло. Не знаю, может, и неплохой ход так-то. На А5 падает. А, шахи, шахи взял! Нет, смотри, отъел! Такое ощущение, что Руслан правда на победу играет тут. О, и Ферзи бьёт Ф6. Ой, ё-о-о! Да! Я не пойму, на Маус Лип не похоже, а Водя просто не заметил Ферзи через всю доску. Любопытно. Таким образом, Руслан... Нет, ну победа была! Вот верни, Никит, по-моему, Ферзи Б6 там вообще... Блин, я не знаю. Я не могу вернуть, потому что у меня новая партия открывается всю время. А, ну всё понятно. Не, ну по-моему, Ферзи Б6 там вообще... Блин, я не знаю. Ферзи Б6, Ферзи Ф3, али? Ну и А6 просто. А6 шаг там с Д1. Ну, наверное, победу надо проверять. В те время ещё 2,5 на 2,5? Да. 5 партий сыграно, ещё 3. Ну, Евгений сейчас должен быть злым после такого зевка. В общем, пока вся борьба впереди. Ну, 8, дистанция всё-таки в 8 партий, она накладывает свой отпечаток вот именно на игру. Потому что требуется запредельная концентрация, и всё-таки тяжело вот так вот. Видно, что игроки уже просто подустали. Обе партии... То есть последняя партия тоже была, вот вплоть до зевката, на более-менее неплохом уровне сыгран. В целом, нам грех жаловаться. Ну вот, кроме Е4, Евгений, в общем-то, грамотно играет, получает здесь контур-игру. Ну, с другой стороны, у белых тоже нет особых проблем. Услава может пойти слон Д3. Мог пойти слон. Почему он, собственно, не сыграл слон Д3? Я очень понимаю, вот в этой позиции. Были какие-то проблемы с этим ходом? Потому что он боялся того, что в итоге потеряется пешка, но такую пешку, вроде, отдать не жалко. А белых хотят срать Ф5 и начать ковырять правильский фланг. Ну, в теме, не в партии всё совсем по-другому происходит. Конь Е5 и довольно неожиданный ход с Ж5 стороны Евгения. Ух ты. Да. Ну, это какое-то вскрытие, видимо. Главное, чтобы это было не вскрытие вен. Потому что, не знаю, к чему ход Конь Ф7 приводил. Как думаешь? Надо брать и Ферзь Аш5? Да, Ферзь Аш5. По-моему, это была раздача уже. Ну, в общем, этот момент пройден. И сыгран ФЖ, Конь Е5 ДЕ, Ферзь А5. Судя отбить на Е5. Кстати, если сейчас всё получится, то у чёрных будет хорошая позиция. Ну, так и всё и получилось. Так, главное мат. Ну и забрал на 6. Мат, 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 8, неземной. Я тоже почти предложил Слон 2, F6. Поэтому было бы забавным окончанием партии. Ну, Евгений явно видит мат. Слон Д7. Если он видит мат, то сыграет, наверное, Слон Д7. Хотя на Слон Д7... Слон Д7 уже Слон Д5. На Слон Д7 ладят Д1. Он допускает шахту D8 Очень самоотверженное решение Ой-ой-ой По-моему, сейчас Можно ног не унести Слон H5, ферзь D8, это конец Потому что там в конце мат на F7 Подождите, ферзь D8 Король F7, слон H5, король G7 Ферзь E7 и там мат Ну да, ну да Кстати, довольно нестандартно сыграно вообще эта партия Не очень повел, что произошло Но сейчас в черном Не поздоровится явно Да, Евгений, по-моему, просто устал Это уже что-то как-то похоже Вообще на Я не знаю даже, на что это похоже Ну да, уже G5 это крайне Странное решение, потому что там можно было даже играть Не так, как Руслан сделал, а вот как я Предложил, и тоже, по-моему, неплохо Было бы Тем временем 3,5 Да, Руслан снова вышел вперед Такого, по-моему, не было, начиная с первой партии Ну и еще две партии Евгению две партии Не, здесь Евгений сам виноват Ну, конечно, так играть, это я не знаю Да, очень, очень амбициозно Это похоже на какой-то Садово-Парковый Блиц было Ну, у нас, по сути, есть Садово-Парковый Блиц Нет, ну там уж просто слишком как-то Вот так ослаблять короля Тем более, что видно было, что слон Е2 Это явно, ну, просто слон H5 же играет Ну вот, тем временем Евгений получил Более спокойную позицию Вот в этой партии Тоже перерез у белых нет Потому что отсутствие чернопольного слона Не может не сказываться Ну, по крайней мере, все стоит достаточно безопасно Хотя, с другой стороны, у Евгения именно сейчас белый цвет И, по идее, тяжесть борьбы должна быть переложена именно на эту партию А вот после слона... Да, здесь надо отыгрываться Если сейчас не отыграется, то уже останется Это одна партия всего Ну да, можно было взять-взять Пройти к конь Е6 Это же сейчас у нас предпоследняя, правильно? Ну, все правильно Сейчас играет седьмая партия Седьмая партия И, кстати, белый получает небольшой перевес Задвижка Е5 явно в их пользу Ну, теперь нужно искать план Я бы сыграл бы конь Е1 с идеей конь Д3 С одной стороны конь идет на С5 С другой стороны белый проигрывает возможность Ф4 и Ф5 А, конь H4 Конь H4 это с идеей Ф4 и Ф5 Ну, то же самое, да Может быть, даже сильнее, на самом деле С одной стороны, черные могут рассматривать возможность Ж5 Да, Ж5 сыграно Это, конечно, ослабление, но То, что белые потеряли два темпа Тоже нельзя недооценивать Так Идея такая, видимо Ж4, конь Ж3, конь Ф5 Туда его Возможно Мне, конечно, больше нравится идея конь Е1 и Ф4, если честно Так У меня такое ощущение, что У меня такое ощущение, что еврея Какое-то слепое пятно на поле Е1 Вроде бы, чтобы пойти конь Е1 и Ф4, Е5 Он тоже хочет Ф4, Е5, но коня прячет на Ж1 Не знаю Мне кажется, хоть конь Е1 был более многоплановый, что ли Да, вот Теперь просто сыграть Ф4 все равно А конь на Ж1 стоит очень глупо Он должен стоять на Е1 Только не брать на проходе Это вообще было бы, наверное, ужасно Ну, ужасно, не ужасно Ну, по крайней мере, белые не претендовали бы на перевес Ну, и теперь надо вызволять этого коня с Ж1 Конь Б4 Б4 Не очевидно Зачем скрывать линию А? Черт, ну, до создания реальных игроков там еще было очень много ходов Да, непонятно Как-то видно, что Евгений играет так вот резко, как-то нервно Ну, поддался, я поддался стилю Руслана Я вот за собой, когда с ним играл матч, заметил то же самое Я играл, но особенно не свойство и для себя шахматы Ну, и, к счастью, мне хватило какого-то запаса Запаса уровня, что ли Посмотрим, справится ли Евгений Шансы все еще есть Позиция у белых неплохая Ну, конь B3 идет на C5, видимо, да? Да, с другой стороны, черный слон довольно удобно идет на H5 Хотя все равно, вот представь позицию сейчас, слон H5, слон F3 Я бы сыграл бы слон F3 Слон-то на G7 туповат Все равно Как его оттуда... Евгений борется за линию А Не знаю Так, в А8, ну, что, в А3, в А3 Не знаю, почему, почему, ФG нет хода? А, стоп, ФG, его возьмут F5 Ой, ФG, возьмут F5 же было, нет? Не знаю, может, там есть компенсация, но У меня такое ощущение, что Евгений просто не видел этой идеи вообще Теперь Королевский фланг заперт Ну, в целом Слон G6, слон YG7 плохие фигуры Зачем слон G2 убирает? Почему на E2 и потом на D3? Ну, в общем Некоторые вопросы вызывают здесь игра шахматистов пока Так, вклинизался к пешке B4 Ферз C3 можно пойти Конь C3 А ферз B4 это зерна, то есть тактика В чем идея конь C3? А, конь D5 Ну ты? Ну, это похоже на зерна, если честно Подождите, а конь бьет E7, король F7 В чем прикол? Ну, шел на ферз D2 задумано Видимо, ничего Я ничего не понимаю А, может быть Может еще Нет, жертва тоже не идет Значит, надо играть конь D2 и на CD Слон бьет D5 А, но там словно F7 и ничего нет В общем, Сиднант смахивает на грубый зевок, если честно Ну да, так все и сыграно И я думаю, что матч близится к своему завершению Потому что сейчас у нас минус один у Евгения И, ну, шанс Да, и все Если сейчас выигрывает Руслан, то все Шанс Евгению стоять в этой партии минимальный Тем не менее, пока создана угроза Никакая угроза не создана Потому что на конь C5 есть ход комбью C5 Ну, в любом случае, это уже не актуально, что конь C7 сыграна Да, ну, черная, очень надежная блокада по черным полям Сейчас будет сыграно E6, потом слон F8 Просто за пешку Просто за пешку Евгений просто все зевнул Ну, да, есть немного Хотя позиция была очень выиграна стратегически Я не понял вообще конь C3 ход Ну, взял на D5, хорошо Потом он не заметил, видимо, что на Е7 шах Король F7 конь висит, что ли Да, наверное, зачем вообще было идти на эту тактику, я не пойму Вот смотри, вот такая позиция Можно обойти просто в Fc3 Все очень плотно Все очень плотно на C6 напали Фигуры черных на A4 и на A3 особо впечатления не производят на самом деле Может быть, белые хотят конь C1, конь D3 и 3 вестись Ну, а в партии В партии, наверное, уже особо и обсуждать нечего Ну, да Нет, Евгений просто сегодня, по-моему, переиграл в Blitz Он захотел зачем-то в один день сыграть все матчи Но видно просто, что человек просто перегорел Ну, да Теперь Евгений взевает коня, и партия заканчивается Да Нет, ну просто человек перегорел Ну что тут говорить Да Ну, в общем, так или иначе Человек-то перегорел Руслан продемонстрировал хороший турнир Собственно, поздравляем его с третьим местом Поздравляем с прямым попаданием в турнир претендентов Не могу сказать, что я буду... Да, Евгения с четвертым местом Тут как бы не поздравляем, но... Тем не менее, тоже до сегодняшнего дня Хорошо проведен турнир Выиграло много матчей подряд В том числе у сильных соперников Да, нет, ну первую половину Евгения Игра очень хорошо А дальше что-то случилось Вот как говорил Шипов Обычно, что у шахматиста сели батарейки Вот по-другому я не могу объяснить Видно Ну, прям просто разительная перемена Вот, да? Ну, по крайней мере, конечно Стал недосчитывать достаточно часто Но в любом случае Причем во очень многих, смотри, случаях Слон Аш-5 недосчитан раз Тут недосчитано было Ну вообще во многих прям дарах Вот здесь вот Мне кажется, он просто у него слепое пятно У него вылетело из головы, что Конь идет на Е7 И король Е7 просто напал на коня Ну и последняя партия, которая ничего абсолютно не... Как это сказать? Определяет? Я уже почти попрощался Но последняя партия все-таки будет сыграна Напомню, сейчас счет Четыре с половиной на два с половиной В пользу Руслана И Евгений пытается свести Разрыв в счете к минимуму И уже был насыгран вот этот дебютный баран Один раз В тот раз Евгений довольно пронечиво сыграл Слон G5 в дебюте и получил мод Посмотрим, что будет в этот раз В целом-то мне нравится позиция черных На воздата она очень Очень солидная И с позиционной точки зрения хорошая Сегодня, кстати, по-моему, это некоторое усиление Потому что белый конь на Е5 не попадает Так, С3 Что, снова G5? Слон-Слон-Д6 Почему Слон-Д6 не сыграть? Ну, теперь Евгений, не надо отыгрываться Я не вижу особого повода играть слишком резко Хоть, по идее, надо просто... Г5 это опять под ферзь H5 Конец Да уж Тем временем матч заканчивается счетом 5,5-2,5 Но очень большое превосходство по счету Руслана По идее, это он не отражает хода игры Но видно, что Евгений под конец подсел Ну а для вас работали Олег Соловаха и Никита Петров Мы были рады прокомментировать матч за третье место Большое спасибо Руслану и Евгению за партию Еще раз поздравление бронзовому призеру И ждем вас на трансляции финала Финал состоится в ближайшее время Играть в нем будут Один из ваших комментаторов Против молодого таланта из Москвы Владимира Михайловского Всем спасибо Да, всем спасибо и всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok